Здравствуйте! Меня зовут Ханна Лернер. Мы как-то встречались уже в какие-то предыдущие разы. Я много лет занимаюсь семейной терапией. Тема, которую мне предложили поднять, очень-очень актуальна. Тема отцы и дети, родители и дети. Эта тема актуальна для всех людей, для всех поколений. И она оказалась актуальной, особенно сейчас, в наше время. Ко мне часто обращаются молодые девушки, парни, даже не очень молодые, которые жалуются на то, что все их проблемы начали с детства. Все началось с чего-то неправильного. Родители ошиблись, сделали какие-то роковые ошибки. Из-за этого их жизнь сложилась не так, как они хотели бы. Не додали любви, не додали внимания, не послали ни в ту школу. Направили на тот путь, неудачно выдали замуж. То есть есть те, кто виновны во всех их бедах. И с этой позиции как бы нечего делать. То есть есть тот, кто виновен. И как бы с меня снимается всякая ответственность. Я жертва. Я вечная жертва того, что не додали, не сделали. И кто не додал, это в общем-то самые близкие люди. Это родители, которые должны были дать больше, чем они могут дать для самих себя. Родители, которые хотели дать самое лучшее. Что делать? Что делать с этой проблемой? Как с ней работать? Она достаточно известная и она достаточно занимает сердца и умы очень многих людей. Что это такое? Обида детей на родителей. Во-первых, откуда это идет? Прежде всего, ребенок, когда он выходит из-за трубы матери, первого человека, который он видит, это его собственную мать, строит с ней очень близкие отношения. Потом он растет, развивается, и он начинает проявлять себя как взрослеющий человек, как личность. Первый бунт, так называемый бунт, начинается в три года, когда ребенок заявляет, я есть, посмотрите, я другой человек, я не продолжение мамы и папы, есть что-то во мне другое, чем у моих родителей. И родителям, как правило, это очень тяжело. Им тяжело видеть, что ребенок делает какие-то свои первые шаги, они начинают, иногда давать ему эту свободу, иногда говорят, ну сиди, не пачкайся, не мешай, лучше я сама это сделала, мне легче сделать самой. Действительно, родителям легче, когда ребенок как бы часть его. Дальше ребенок растет, второй его бунт, это семь лет, когда ребенок уже заявляет, я есть, посмотрите, он начинает делать какие-то первые самостоятельные шаги. И самый такой большой-большой переворот в жизни ребенка, это его переходной возраст, когда он в полный голос говорит, посмотрите, я другой человек, дайте мне свободу, дайте мне личное мнение, дайте мне свою возможность выбирать, пусть даже неправильные вещи. Через это человек растет, да, и все эти периоды, все эти бунты, это нормальное становление личности. Родители, которые, которые сами благополучно прошли в своем детстве эти этапы, они, как правило, дают своим детям тоже это пройти. Родители, которым не давали, которым это было сложно, им сложно оторвать детей от себя. Тогда они ощущают, что они теряют свой смысл. Если они не могут дать детям все, если дети становятся уже самостоятельны, для чего тогда они? Это одна из вещей. То есть когда это начинается какой-то первый конфликт родителей с ребенком. Дальше родитель, родитель, он живой человек, да, у него есть своя история, у него есть свои недостатки, у него есть свои боль, переживания, которые он тоже несет из своего дома. Он тоже прожил какой-то кусок жизни и стал родителем тоже в каком-то возрасте, когда имея уже какую-то собственную историю. История не всегда легкая. Поэтому какие-то свои вещи он переносит уже на своих детей. Может быть, иногда делает какие-то ошибки, но это не потому, что он хочет это делать, а потому, что он так вырос, он так видит жизнь. Через это он тоже сам вырастает. Говорят, что каждый ребенок приходит в этот мир для того, чтобы исправить какое-то качество своего родителя. Особенно сложные дети. Дети, с которыми родителям особенно сложно, это дети, с которыми особенно какие-то есть качества, которые задевают в родителях, над которыми тот должен особенно поработать. Но работа должна идти с двух сторон. Это работа самого родителей, работа ребенка. То есть каждый из нас в роли или ребенка, или уже родителей видит в нем как бы отражение себя, как зеркало. Да, мы видим отражение себя во всем окружающем мире. Но особенно в близких нас люди. Если наша мама или отец плохо себя ведут, нам очень стыдно за них. Нам кажется, что это мы плохо себя ведем. То есть они как бы визитная карточка нас. Тот же самый родитель. Родители ужасно стыдны, если ребенок плохо себя ведет. Если он позорит его в глазах других людей. С другой стороны, и родители, и ребенок, они совершенно самостоятельные люди. У каждого есть своя ответственность. Но, говорят, Раф Зильберг говорил, что родители должны вести себя так, чтобы детьми гордились, а дети должны себя вести так, чтобы родителями гордились. То есть это правильно с точки зрения как бы правильной жизни. Но жизнь не такая идеальная. И поэтому родители ведут себя по-разному так же, как и дети. И как правило, родителям очень тяжело видеть, что ребенок вырастает не таким, как он хочет быть. Он возлагает на него какие-то очень большие надежды. Он строит свои планы. Особенно, если он в чем-то не реализовался, он не стал каким-то выдающимся художником. Он не стал известным врачом. Он не построил ту жизнь, которую он хотел построить. Он ожидает, что ребенок сделает то, что не сделал он. И неоправданные надежды тоже вызывают этот конфликт. Я полагался, я думал, я вырастил, я отдал тебе все. Вы слышали, наверное, фразы. Я из-за тебя не сделала карьеру. Я из-за тебя не вышла замуж еще раз. Я отдала тебе всю жизнь. А кто ты? Где ты? Эти претензии родителей по отношению к детям создают тоже очень сильный конфликт. Прежде всего, родитель должен знать, что ребенок никак не может стать его будущим. У ребенка есть свое будущее. Он должен построить сам свою личную жизнь. А родители должны реализовать ту свою роль, для которой он пришел в этот мир. Прежде всего, для того, чтобы решить какую-то часть этих конфликтов, очень важно, чтобы дети узнали немножко историю своей семьи. То, что мы говорим, узнать свои корни. Был такой Можгех и Шват, и Шват Мир, который для того, чтобы узнать историю своей семьи, ездил специально в городок, где жили его двородные братья, чтобы посмотреть, как они себя ведут. Через это он узнавал свою семью, самого себя. То есть наша семья — это начало или продолжение нас. И поэтому больше всего боли и больше всего радости мы получаем от близких людей. Потому что, когда нас обижает чужой человек, мы можем это легко забыть и простить. Когда это близкий человек, мы носим в себе все время обиду. Почему? Почему такой близкий, такой родной мог мне это сделать? Ему даже не приходит в голову, что это, что каждый из нас, вы еще, многие из вас не родители, вы им станете, да, делать максимально для своих детей. Интересно, что митцва, кибут АВМ, это митцва уважения родителей, это заповедь самая сложная и самая важная, одна из самых важных. Недаром говорится, что тот, кто выполняет, у того будут продляться его годы. Почему она такая сложная, почему она такая важная? Прежде всего, само появление ребенка в этом мире, оно целиком зависит от отца, от матери и от Всевышнего. То есть без отца и матери ребенка его просто не было в этом мире. То самая большая благодарность ребенка по отношению к родителям, это хотя бы за то, что он есть, да, что он дал ему жизнь. Уже заодно это у него должно быть благодарность за то, что он пришел в этот мир, потому что жизнь сама по себе это очень большая ценность. Никто из нас не хочет умирать. Всевышний надает жизнь как подарок. И родители это те, кто, кто является носителем этой жизни, да. То есть нас в Америке я слышала, это было какое-то количество лет назад, что один человек судил со своим родителем, зачем они его, зачем они его родили. То есть такие извращения тоже существуют, да. Когда человеку очень плохо, и он начинает обвинять родители, зачем ты мне привел этот мир, я тебя не просил. С точки зрения Торы, каждому из нас даются те родители, которые лучше всего для нашей реализации, для того, чтобы мы выполнили ту роль, которую нам Всевышний дал в этом мире. И даже если мы не всегда довольны тем, что мы получаем, это то, что необходимо для нас, для нашего роста. Это то, что необходимо для родителям, для их роста. То есть это рождение ребенка именно в этой семье, это появление родителей, у родителей именно этого ребенка, это вещь, которая запланирована каким-то, вот запланирована Всевышним и дана нам для того, чтобы мы выросли правильными людьми и построили эту правильную жизнь. Как же жить вот с этой обидой, как жить с этим непониманием, да. Как построить близкие отношения с людьми, которыми ты, которым ты внутри не всегда можешь простить и понять. То есть, прежде всего, то, что я сказала, это изучить историю, да. Что привело родителя именно к тому, что он пришел. Есть те, которые в своем детстве не получили любви. Их мало обнимали, их мало целовали, им мало говорили какие-то приятные слова. Вы знаете, что ребенок, когда маленький, он воспринимает мир через ощущения. Он меньше слышит слова, он больше чувствует, ощущает. Поэтому, если его обнимают, если его целуют, если ему проявляют как-то любовь, он ощущает, что его любят. Если нет, то не чувствуют. Если ребенку не дали, то ему очень тяжело дать это другому. И может, как родителю, будет сложнее дать своему ребенку. Но это его задача. Если он недополучил, он должен научиться давать другому без того, что есть у него. И через это он будет тоже получать. Точно так же человек, который не получил в доме никаких рамок. Я не знаю, как вы, но в русских семьях очень часто не было понятия рамок. Если нет рамок, очень тяжело. Может быть, были которые, да, наоборот, жесткая дисциплина, через метр дисциплина. Очень по-разному, да. То есть понятие воспитания, оно было очень-очень разное. Оно не было какое-то системное. Были иногда очень жесткие рамки, потому что поколение, в котором воспитывались, например, мои родители, да, другое поколение, чем ваши родители, оно воспитывалось на уровне жесткого и выживания. Есть семьи, где родители выжили, не Цулей-Шуа, это те, кто выжил после войны. Они воспитывали очень-очень жестко. Они ставили не просто границы, они давали очень-очень жесткие наказания. Это тоже одна из причин, почему возникают конфликты. Это разница поколения. Каждое поколение несет какие-то свои свои задачи, свои инструменты, какие-то свои, свой облик. Поколение, послевоенное поколение, оно было очень-очень жесткое. Оно выживало. Оно должно было выжить в каком-то плане, как поколение нового, да. Мы уже находимся на уровне жизни. Работа есть? Мы находимся уже на уровне больше жизни, чем выживания. Но то, что нам дали наши родители с точки зрения экономии, с точки зрения какого-то правильного взгляда на жизнь, то, что связано с миром выживания, нам тоже может пригодиться. Мы живем в совершенно другую эпоху. И поэтому методы, которые мы будем воспитывать, воспитывать наших детей, не другие, чем воспитывали нас. Вы говорите, что были очень жесткие правила. У меня в доме как-то давала урок одна рабонит. Она выходила из Германии. Ее родители пережили катастрофу. И она... Самое интересное, что она приходила на уроки, на свои уроки, которые она давала, всегда опаздывала. Опаздывала на 20 минут, на полчаса. Это совершенно не характерно вообще для учителей. Учителя всегда стараются быть очень точными. Для нас это было очень странно, но, в общем, как бы такое вот поведение было у рабонит. И один раз моя соседка встретила ее в городе, и та разговаривала с ней, рассказала, что она выросла в семье родителей, которые спасли из катастрофы. Ее воспитание было очень-очень жесткое. И они очень смотрели за тем, что она приходила вовремя. Для них время было настолько точное, до минуты, до секунды, что понятие времени стало для нее проблемой. И она делает, и она никогда не приходит вовремя. То есть внутри у нее есть очень сильное сопротивление вот этим вот жестким границам. Через какое-то время она отказала давать уроки, потому что ей было просто уже стыдно. Она пазлала настолько, что люди очень долго ждали ее. Видно, я с этой проблемой не могла справиться, потому что человек достаточно взрослый, сознательный. Есть какие-то глубинные вещи, которые мы получили от родителей, и мы должны как-то научиться сами с ними справляться. Это то, что мы должны сделать в этом мире. Есть люди, которые получили, например, очень много... Если человек получил очень много любви, у него есть хороший запас прочности. Он с этим запасом любви может очень много дать миру. Если он недополучил, он должен научиться действительно давать, причем понемногу. Он должен учиться любить и показывать эту любовь. У меня есть знакомая, которая очень-очень тяжело. Она говорит, что мама ее всегда критиковала. Это тоже одна из характерных вещей в русских семей. Мать ее всегда критиковала, она никогда не видела, чтобы мама ее показывала любовь. Ей очень тяжело это делать своими детьми. Так я показывала физически, как это делать. Обнять, сказать. Это кажется вещью очень естественной и нормальной. Кажется странной, что можно человека этому учить. Но на самом деле есть внутри какое-то очень сильное преодоление. Если я дам, если я недополучила сама, то мне... Если я дам, то я как будто останусь без ничего. И поэтому такому человеку очень тяжело дать. Но он должен преодолевать это давать, и через это он будет наполняться сам. То есть это какая-то такая вот очень тонкая и непростая работа, которую должен человек сделать для того, чтобы восполнить то, что он недополучил. Опять же, он недополучил не потому, что кто-то хотел недодать. У родителя есть очень сильный инстинкт дать, защитить, любить. Да это самое лучшее, что у него есть. Любая мать, она закроет амбразурой, да, закроет с собой то, чтобы ребенок был жив, здоров. И чтобы дать ему самое лучшее. Я говорю о нормативных матерях, да. Есть патологические матери, есть проблемные личности. Это больше связано с психиатрией. Но мы говорим об обычных нормальных, нормальной мате, у которой развитый материнский инстинкт сделать все для своего ребенка. То же самое и отец. Отец начинает реагировать на ребенка уже, когда он становится взрослее, когда он может получить уже какую-то обратную реакцию. Но у него тоже есть инстинкт. Отцу нужно больше вложить для того, чтобы построить отношения со своим ребенком. Но и отец, и мать – это люди, которые делают максимально из того, что они могут дать. И наши обиды, они, как правило, связаны с обидами на самих себя. Мы очень часто с собой недовольны. Мы очень часто критикуем самих себя. Мы жалуемся на мир, мы жалуемся на то, что у кого-то лучше, а у нас меньше. Мы сравниваем себя с людьми, которые вокруг нас. И нам всегда кажется, что у нас меньше, чем нам положено, меньше, чем нам нужно. Но прежде всего для того, чтобы действительно понять, простить, осознать, и прежде всего простить самую себя, нужно увидеть, что положительно есть в нас, и что положительно получили от родителей. Я как-то, мой сын женился, я его спросила, что ты получил от нас, от дома. Мне было интересно, как бы действительно, с чем он шел. Мне было очень приятно, когда он сказал, что я получил все. Получил все, но я думаю, что это не потому, что мы такие хорошие родители. Это потому, что это как бы его работа. Его работа, он понимает, что мы, как родители, и вообще-то большая часть людей, они делают все, и дают все. Что ребенок получает, это тоже его личная работа. В одной и той же семье один получает больше, другой получает меньше. Все зависит от того, что от личного контакта родители с ребенком, от того, насколько он готов получить именно от него. Есть дети, которые получают больше от своих учителей и меньше от родителей. Есть понятие басистного доверия. Мы говорили, что ребенок, как только он выходит из утроба матери, он строит уже доверительные отношения со своими родителями. Есть тот, которому он должен полностью доверить себя и свою жизнь. Это его прототип отношений со всем миром. Если он строит этот basic trust, это басистное доверие со своими родителями, то он будет так доверять миру. Если где-то ему обманули, если где-то ему недосказали, или он решил что-то так, если, не дай бог, родитель умер, и каждый раз воспитатели сменялись перед ним, или приходили какие-то люди, которым он не знал доверять, не доверять, то тогда человек иногда вырастает с ощущением, что он находится в небезопасном мире, и что не так просто доверять людям вокруг. Сказано, что для того, чтобы ребенок вырос нормативным, он должен быть хотя бы один человек в мире, который бы его любил. Это даже не обязательно папа или мама. Это может быть бабушка, это может быть воспитатель, это может быть нянечка. Но должен быть хотя бы один человек в мире, который вы будете любить, но главное, важно, чтобы это был постоянный человек. В советских домах это чаще всего были бабушки. Родители занимались тем самым выживанием, а бабушка та, которая воспитывала. Но если есть бабушка, нормативная бабушка или нормативный дедушка, который воспитывает, то ребенок вырастает полноценным. Я когда-то разговаривала с одной девушкой, я занимаюсь немножко графологией, и я посмотрела ее рисунок и сказала, ты знаешь, что, наверное, воспитывалась очень хорошей семье. По рисунку видно, что у тебя очень хороший родитель, очень хорошая семья. Она мне сказала, знаете, я хочу вам рассказать историю, только не пугайтесь. Моих родителей убили в теракте, когда я была маленькая. И вместо родителей меня воспитывали мои дяди и тети. То есть сестра, сестра мамы. Я сказала, это совершенно невероятно, абсолютно не видно, что у тебя есть какая-то травма. Она говорит, да, они воспитывали, они взяли, они усыновили, удочерили нас, всю семью. Это было восемь детей. И родили еще своих. То, что сделали это дядя и тетя, это было совершенно невероятные вещи. То есть абсолютно благополучная, нормальная девушка, которая в тот момент собиралась выйти замуж. Никак не было видно, что она переживала какую-то трагедию. Поэтому такие вещи, они тоже возможны. Но здесь прежде всего работа этой дяди и тети, этой мамы и папы, этих людей, которые окружают, и прежде всего работа самого человека. То есть мы, как дети, каждый из нас, он ребенок, и в какой-то момент станет родителем безрадушим. Обязательно должны как бы взять ответственность за те вещи, которые мы недополучили. Есть те, которые несут долгие-долгие годы, какие-то бабушки, дедушки, которые сидят уже беззубые, слабые, и ворчают о том, что мама не дадала. Или папа наказывал. Или кто-то еще не дал то, что они ожидали, что им дадут. Ситуация этой инфантильности, этой детскости, когда я этот несчастный, бедный ребенок, Курбан, она может быть до 120 лет, или человек специально над этим не работает. Есть в этом очень большая вещь, которая связана с понятием слиха, просить прощения, да прощать, сами прощения, прощать. Очень важная вещь, насколько мы умеем прощать. Это связано не только с родителями, связано с любыми окружающими нас людьми. Но особенно с родителями. Родители ближе всего нам. Нам самих себя всегда тоже тяжело простить. Мы всегда на себя очень гневаемся, мы недовольны. У нас внутри себя очень много гнева, у нас много претензий. Мы не такие, как мы хотели бы видеть себя. Мы гораздо хуже, чем Мирем, чем Хава, чем много раз другие. Вот одна устроила свою жизнь, потому что она такая молодец. Вот я сижу, застряла. Она получила три образования, я ничего. Какая там дуреха. Я не знаю, мы привыкли, или это идет с нашей ментальности. Хотя это не только у русских. Очень много людей вокруг, очень много претензий по отношению к самому себе. Если есть претензии к самому себе, то есть претензии к близким людям тоже. И чем ближе люди, тем больше претензий к ним. То есть прежде всего надо осознать, что есть хорошего во мне. Что я получил от этого от своих родителей. Мы от родителей прежде всего получаем наши качества. Наши хорошие качества. Это мы получаем по наследству. Интересно, я слышала очень хорошую деврая Тора, которая в это азов и мэха ва виха, в это бэкле лештыха. Это оставь своего отца и мать свою и прилипись к своей жене. Слово и азов есть в этом корень, корень звахим, зэваха, это яруша. То есть ты оставляешь отца и мать, но ты остаешься с наследием. Ты оставляешь их не с пустыми руками. Ты остаешься не просто с наследством денежным. Они тебя оставляют, в тебе оставляют свои качества. Чаще всего это хорошие качества. Они оставляют тебе какой-то свой правильный взгляд на мир. Большая часть людей, они в общем-то нормативные и позитивные люди. И если они что-то сделали не так, то, как правило, это от того, что у них была непростая жизнь. У них было много вещей, которые были связаны с тем, что они хотели, не могли. Люди, которые пережили войну. Люди, которые болели в своей жизни. Люди, которые выросли в каких-то жестких, как вы говорите, условиях. У каждого была какая-то жизнь. Но прежде всего нужно посмотреть, что мы, да, получили. За что мы, да, можем благодарить своих родителей. Это первая вещь, которая необходима для того, чтобы простить. Кажется, да, человек может сказать, да, вот что простить, какая неблагодарность. То есть, безусловно, с одной стороны, это кажется абсурдной ситуацией, что ребенок должен простить своего родителя. Он как бы априори должен быть благодарен ему за все, что он получил. Но в современной жизни действительно мы не всегда владеем нашими чувствами. И у нас накапливается много-много негативных чувств. Много гнева, обиды. Как работать с этим всем? Как простить, как понять, как отпустить? Как отпустить гнев? Как отпустить? У меня была одна девушка, которая не могла даже говорить о своем отце. У нее было так много гнева на него, что она не могла произнести его имя. Отец, которой она была очень обижена, как он относился к ее маме, к своей жене. Она была обижена за то, что она решила пройти... Она была из... Отец стал христианином. Она решила стать врейкой. Она прошла геор. Отец отказался от нее. И не просто отказался, он запретил всей семье общаться с ней. У нее была невероятная злость, гнев, обида. Настолько, что она не могла говорить о нем. Она могла говорить только о своей семье, о матери. Даже имя его она не могла произнести. Мы с ней работали. Мы с ней работали. Мы пытались как-то понять, пыталась перевести ее к тому, знает ли она своего отца хорошо. Знает ли она его историю. Был ли у отца отец, как он прожил. Оказалось, что отец из детского дома. И у отца не было никогда людей, которых он любил. Оказалось, что отец прошел какую-то очень большую травму. Он резко изменился после какого-то события в жизни. То есть мы нашли с ней какие-то вещи, которые сыграли в его пользу. Какие-то вещи, за которые она могла бы его простить. Или хотя бы поставить его напротив самой себя. Чтобы хотя бы виртуально с ним поговорить. Есть упражнения, которые даются для того, чтобы ты могла поговорить с человеком, которым ты не можешь поговорить в реальной жизни. Есть отношения с уже умершими, не дай бог, родителями. Это вот непрощенная обида, когда родитель ушел с этой жизни, и ты не можешь даже с ним поговорить. Есть упражнение, это называется упражнение кисерек, пустой стул. Можно якобы посадить родителей и поговорить с ним. Это не обязательно должен быть там, не дай бог, умерший. Это может быть любая ситуация, когда ты не можешь с ним сесть и поговорить. Он не готов, вы не готовы, слишком болезненно. Можно представить, как будто бы он сидит рядом с вами, поговорить с ним, потом поменяться местами, поговорить как будто это его лица. То есть это определенная техника, называется пустой стул. Можно написать письмо, письмо, в котором сначала можно выразить весь гнев. Это очень хорошая терапия. Писать, сначала пишите все, что приходит в голову. Это такое спонтанное письмо. Выразить весь, все, что у вас поднимается из глубины вашего живота. Все ваши глубины загнаны вглубь эмоций. Можно любыми словами, каким угодно, вытащить этот гнев, потом порвать этот лист, написать снова. Это способ писать, говорить. Можно записать на тейп, на пленку и потом послать этому человеку. Можно на каком-то этапе письмо, которое написано уже более корректным языком, послать этому человеку, послать отцу. Это касается не только родителей, это касается любых людей, с которыми у нас есть сложные и тяжелые отношения. Как отпустить этот гнев? Прежде всего, у нас есть, часто мы этот гнев очень сильно задавливаем. Знаете, когда вам говорят о человеке, что он никогда не гневается, не верьте ему. Это только люди очень-очень высокого уровня. Есть большие рабонимы, люди, которые специально работали над собой, которые умеют работать с гневом. Человек, который виден, что он очень спокойный, никогда не гневается, это люди, как правило, с подавленным гневом. Люди, которые задавливают внутри себя гнев. В какой-то момент это выливается или в какую-то психосоматическую болезнь, или даже в депрессию. Поэтому нужно научиться, как работать с этим, как это вытаскивать, не разряжаясь на окружающих, а как это вытаскивать безболезненно для себя и для окружающих. Это хороший способ. Иногда говорят о спорт, иногда письмо, иногда поговорить с человеком. Но прежде всего для того, чтобы почувствовать любовь, прощение к другому человеку, особенно к родителю, нам необходимо это вытащить, этот гнев. Потому что в нас внутри, как в кувшине, в самом низу лежат наши теплые, хорошие чувства к другим людям, к близким людям. Любовь, сострадание, понимание. А сверху на всем этом лежат негативные чувства. Это обида, это гнев, это равнодушие, это неприятие. И пока мы не вытащим, не избавимся от всего, не смогут по-настоящему жить. И не дадим место нашим позитивным качествам. Мы по-настоящему не сможем ни простить, ни быть сострадательными к родителям, к окружающим нас людям. Для того, чтобы действительно вытащить и жить на уровне этой любви, понятия и приятия, нужно освободиться от этого гнева. То есть освобождается то, что мы говорили. Это то, что я вам сказала раньше. Это может быть какие-то визуализации, например. Есть вещи, которые очень хорошо работают и в современном мире очень пользуются. Это представлять, что вы встречаете вашего отца или мать или другого человека. И вы рассказываете о том, что вы хотите сказать, как вы обнимаете его. В тот момент, когда вы можете обнять, есть уже возможность для прощения. Очень тяжело представить, что вы обнимаете человека, которого вы не любите. Или которого вы ненавидите. То есть это определенные техники, которые дают возможность освободить себя для возможности принять, понять и полюбить близких людей. Есть еще одна техника, которая называется волшебная связь. Это как прости другого человека. То есть прежде всего то, что мы с вами говорили, вспомнить, какие есть хорошие вещи, которые существуют у него. И то, что он нам дал. Второе — поблагодарить его. Вы можете даже записать это. Это определенный процесс. Это написать на листе, что хорошее есть у вашего родителя. Потом поблагодарить его за это. Потом в том, на что вы обижаетесь, найти то, что его оправдывает. Было тяжелое детство, его недополучил, получил какую-то травму, нездоровый. Много разных вещей. Побольше узнать действительно, что было в его истории. Пример, пожалуйста, вы хотите... Допустим, если я знаю, что девушка, которая у нее забирана с мамой, что мама, она уже такая сдержанная и не эмоциональная, и никогда не управляла чувствами. То есть это такую заботу, что касается теплоты. И, допустим, у нее есть такая обида. Обида, что она недополучила любви, что недопоказали. То есть нам только было закрыто. То есть она не была разговаривать, что она много не любила. То есть все, что касается теплоты материнской, она не наваривает. И у нее есть такая обида, что у нее было такое ощущение матери, как бы, что вот мать сказали. Во-первых, надо же посмотреть, что она дайдала. Вполне возможно, что такие люди малоэмоциональные, они очень-очень организованные. Они организованные, у них очень здравый смысл. Может быть, она научила ее, как бы, организовывать свое время. Может быть, она научит, что она дать от нее получила. Она должна увидеть, какие есть качества у матери, за которые она, может быть, ей благодарна. Обычно, то, что я говорю, люди не эмоциональные, это люди, которые, они, может быть, более тактичные. Может быть, она умела ставить какие-то правильные границы. Я не знаю, у каждого по-своему. Мать может быть не эмоциональная, более работающая через голову. Может быть, не показывающая свои эмоции. Это разные вещи. Она может признать, действительно, что я недополучила от мамы. Может найти, что я да получила. Третье, это поблагодарить ее за то, что я получила. Найти объяснение о том, что мама не проявляла свои эмоции, потому что ее мама никогда не давала. Потому что она не знает, что такое показывает любовь. Потому что она выросла в доме. У меня была одна ученица, которая выросла в Одессе. В семье таких, как бы, одесситы всегда были очень теплые люди. В семье профессорской семьи. Когда они никогда не говорили ей ни одного комплимента. Они никогда не говорили, что она успешная, удачная. Наоборот, они всегда ощущали, что она хуже, чем другие дети. И что они профессора, а она получила всего первую степень. Не так, как они хотели видеть. И она выросла очень закомплексованным человеком, который все время ощущал, что я никто и ничто. Скорее всего, эти родители, они сами тоже недополучили. Их сами тоже критиковали. Им как бы нечего передать. Если они не работали над собой, то им просто нечего дать. То есть это понять. Найти самое и последнее, это пожелать им. Пожелать матери. Пожелать матери, чтобы она почувствовала, что такое любовь. Чтобы ее любили. Дайте ей что-то от себя. То есть тот момент, когда мы видим, что нам не дают, мы должны научиться дать сами. Мы должны сначала определить, чего у меня нет. Я недополучила этот родитель. Я недополучила это от общества. Я недополучила это от Всевышнего. Я какие-то вещи недополучила. Я хочу, чтобы у нее были. И тогда я должна над этим работать, чтобы у нее были. Если человек не работает над этим, он никогда автоматически это не получит. Счастливцы те, которые получили очень много. Но у них есть какие-то другие задачи. Они начинают, может быть, не с нуля, а начинают уже с какого-то уровня. Но перед ними стоят какие-то более сложные задачи. Те, которые недополучили, они должны сами это сделать. Это их задача работы в этом мире. Вот этот процесс, который мы сейчас говорили, вначале признать, увидеть, что да, хорошее, поблагодарить. Найти точку кавсхуд. Кавсхуд – это найти позитивное. Почему есть слово кав? Кав – это лопата. Есть сторона, есть лопата. Нужно копать для того, чтобы найти этот, как перевести кавсхуд, оправдание. Найти оправдание этому человеку. То есть иногда нам нужно много копать, но нам нужно найти оправдание. Потому что у каждого человека есть эта презумпция невиновности. У него всегда есть та вещь, за которую можно его простить и понять. Поэтому нужно копать и найти, и пожелать ему, пожелать ему, чтобы ты да почувствовал эту любовь в этом мире. Чтобы ты да мог давать это другим. Чтобы тебе да было хорошо в этом мире. Дать ему то хорошее, что вы можете дать. И сделать, и написать на листе. И читать это три раза в день. Это очень хорошее упражнение. Это упражнение из НЛП, которое освобождает наше подсознание от задавленного гнева, неудовлетворенности, ненависти, не дай бог. То есть это определенное упражнение. Оно не приходит естественным образом. Особенно, когда эта обида идет с детства. Ребенок в каком-то возрасте может посмотреть на своих родителей, как на родителей, которые плохо к нему относятся. Которые не дают ему то, что он хочет. И это у него может запечатлеться, как ты плохая мать. Мама не дала ему что-то в возрасте 6-7 лет. И у ребенка осталось впечатление, что у него мать плохая. И с этим ощущением идет по жизни. И любую ситуацию, которую он видит в жизни, он дает ей трактовку «у меня плохая мать». Он видит уже под определенным углом. И так вырастает ребенок, которому мать может дать очень-очень много. И дала ему очень много. Но он вырастает с ощущением, что у меня плохая мать. Она не дала. Когда это появилось, это могло появиться совершенно на таком подзадательном уровне, когда он был совсем маленький. Когда мама решила, что хорошо поставить ему границы. Но в тот момент он решил, что это показатель того, что его не любят. Что плохая мама, что его не любят. Поэтому этот человек должен тоже проделать какую-то свою работу. То есть понятие «понять, принять, простить» — это касается, прежде всего, начинать с самих себя, потом родителей, а потом всех остальных людей. То есть наше отношение с родителями — это отношение со всем нашим миром. И прежде всего со Всевышним. Родители для нас — это как мы относимся ко Всевышнему. Поэтому очень важно со стороны родителей, если вы уже родители, это вот ваш родительский авторитет. Он должен быть. Должна быть любовь, безусловно, любовь, приятие. Показывать эту любовь. Не только любить, но и показывать. Есть разные языки любви. Как мы любим людей, как мы любим детей, как мы любим окружающих. У каждого есть свой язык. Кого-то нужно обнять, кого-то нужно сказать, кому-то нужно дать подарок, кого-то нужно прогуляться вместе и пойти с ним в кафе. Но обязательно нужно дать ребёнку вот это ощущение, я тебя люблю не потому, что ты хороший ученик, или потому, что ты помог мне сделать в шаббату, а потому, что ты мой ребёнок. Я люблю тебя той самой безусловной любовью, которую должен любить родитель своего ребёнка. И той любовью, которую нас любят Всевышние. Всевышний отлюбит, безусловно, любовью, но он нас наказывает, если мы плохо себя ведём. Точно так же мы должны наказывать ребёнка и ставить ему границы, если он плохо себя ведёт. Но любить мы его должны не потому, что он хороший или плохой мальчик, а потому, что он наш сын. А сам ребёнок, он должен научиться уважать родителей, любить их, быть благодарным за то, что они дали, потому что они дали больше, чем могли дать. Его родители дают всегда больше, чем могут дать. Я знаю мам, которые выросли в семьях, где они считали, что их мамы плохие. Это могло быть в результате, что мать не воспитывала, её не было дома. У меня есть один знакомый, который с мамой не разговаривает очень много лет, потому что он и не очень обижен, она делала карьеру и воспитывала бабушку. Вы не можете это простить. Это очень сложно, когда родители с детьми или дети с родителями не разговаривают годами. Это очень тяжёлая ситуация для тех и для других, потому что эти обиды, вот эта боль, особенно с близкими людьми, она ложится тяжёлым грузом на душе самого человека. Это тяжесть, которую человек тянет с собой по жизни изо дня в день. Причём очень часто мы даже не знаем об этой тяжести. Мы накапливаем, 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 пока, не дай Бог, человек не заболевает. Сейчас очень много систем, которые говорят о прощении. Есть там Луиза Хэй, есть Брайтон Байт, которые говорят о том, что через прощение, и через прощение родителей они вылечили себя от страшных болезней. Когда человек освобождает себя от этого бесконечного груза негативности. Мне плохо, мне ужасно, я бедная, несчастная, я жертва всех и всего. Когда он освобождается от этого, он становится другим человеком. Он начинает радоваться, он начинает жить полноценной жизнью. И самое главное, что он берет в себя ответственность за свою жизнь. Он перестает быть жертвой. Но в тот момент, когда мы сваливаем на других свои неудачи, свою неполноценность, свою ограниченность, мы перестаем что-то делать в этой жизни. Мы считаем, что с нами все в порядке. Вот если бы, если бы мне дали, если бы я получила, если бы это произошло, то все было бы совершенно иначе. И это если бы, оно нас упирает, мы находимся в тупике. Потому что если бы в этом мире не бывает. Всегда человеку дается ровно столько же, сколько он должен получить. И не дается столько же, сколько он не должен получить. Есть меры, есть хозяин этого мира, которым каждому дает именно то, что ему необходимо. И только как бы с такой верой, с таким пониманием, с такой как бы прощением можно идти по миру и прежде всего понять, принять, полюбить тех, кто ближе всего нам, наших близких нам людей. Даже если они были несовершенны, даже если они, как все люди, сделали много ошибок. И посмотреть, что мы можем исправить. Очень часто люди, которые считают, что у них были плохие мамы, они становятся супер хорошими мамами. Это иногда становится проблемой. Потому что она дает ребенку, больше, чем ребенок может взять. У ребенка тоже есть ограниченное возможности, то, что он может получить. Она на каждый писк, на каждую его потребность она бежит, она дает, она очень боится оказаться в роли той мамы, которая, казалось бы, была ее мать. И поэтому не идет какая-то обратная вещь. Она хочет быть не просто мамой, она хочет быть совершенной мамой. Это невозможно. Да, мы можем быть только той, которой мы можем быть. То, что есть понятие има да я, та има, та мать, с которой вы являетесь, это самое лучшее, которое может быть. Есть какие-то вещи, которые мы должны исправить, но мы должны идти, подходить к этому осознанно, не только на уровне нашего очень сильного инстинкта. У вас есть какие-то вопросы? Да, да. Может, немного громче? Мама ей подруга и дочка 35-летняя уже. Да. Свою семью не умеет. Дети. Но мама ее настолько опекает. Ну, правда, это тоже такое. Дочью мы только что говорили. Она считала, что у нее мама. Да, да. Когда застанет. Моя дочка так говорит, я ей дам. Вот она все для дочери, все для дочери, все для дочери. И в результате дочь во всех своих неудачах обменяет мать. Она ее ни во что не ставит. Она ее оскорбляет. ну, короче, вот все, что плохо. Да. Говорят, есть такое выражение в Торе хэсэд хэсэд блигвулит изнут. Значит, давание без границ это разврат. Это то, что происходит. Когда у хэсэда, у давания, у льви нет границ, это превращается в разврат. Это то, что Авраам, он был символом хэсэда, а Ишмэль это символ разврата. Это то же самое качество, только взято в другой стороне. То есть мать, которая реализовала какой-то свой комплекс, она не думала о том, что ей нужно дать ребенку. Она не думала о ее потребностях. Она прежде всего думала, что моя совесть должна быть чиста. Моя мать мне не дала, я должна сделать все, чтобы моя дочь была счастлива. Но сделала в такой форме, что она навредила очень дочери. То, что мы слышали здесь. Она просто навредила, она не дала человеку вырасти. Поэтому она осталась ребенком, потому что вот это вот очень часто, не знаю, это у вас единственные дети. Очень единственные дети, которые у нас была ученик моего мужа, когда его родители говорили, мы работали, видя большое количество детей в религиозных семьях, они говорили, мы работаем не над количеством, а над качеством. У них был один ребенок, но один ребенок, который был абсолютно испорчен. испорченный именно тем, что вы говорили. Ему давали, 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 от него ничего не требовали, ему ничего не нужно было. Он принимал все как само собой разумеется. У него не было даже понятия о том, что нужно благодарить за это. Он вырос совершенно испорченный, я не знаю, чем он занят сейчас. То есть то качество, о котором мы говорили, его просто не было. Его не было, потому что он не смог получить. Когда человеку дает, потому что ты хочешь дать, а не потому что он хочет получить, то он не может не в состоянии это взять. И тогда это только развращает его. Человек должен всегда знать потребности человека, другого, потребности родителей, потребности ребенка и дать ему только то, что нужно его потребностям, а не то, что нужно мне. Я должна дать только то, что нужно другому. Поэтому эта мать, она сделала то, что нужно ей самой. Дальше это работа этой дочери. Для того, чтобы она начала благодариться, она должна отделиться. Она должна отделиться, дать возможность пусть даже в возрасте 30-40-50 лет, построить себя, свою жизнь. Если она будет продолжать давать, она будет продолжать ее развращать. Потому что это происходит, потому что мать сама не построила свою жизнь. Жизнь ее дочери – это ее жизнь. Муж ей, значит, она не построила правильную семейную жизнь. Из-за этого разрушается семья, как правило. 90% разводов в бывшем Советском Союзе были из-за того, что родители с детьми жили вместе. Это классическая ситуация, когда мать строит с дочерью или с сыном супружеские отношения. Когда она выбирает вместо мужа, она выбирает или сына, или дочку. И тогда она лишает жизни дочери и не строит свою жизнь. Потому что и дочка не может построить потом свои отношения с мужем. То есть, прежде всего, любой родитель должен вырастить полноценных людей, хороших мужей и жен. Это самое главное. Он не должен продолжить этот симбиоз, который он был в утробе матери. Этот симбиоз должен пройти с этими переходными периодами. И родитель должен отделить от себя ребенка, дать ему возможность построить свою самостоятельную жизнь. Опять же, он может ему помочь со стороны. Но он должен не вмешиваться. Это очень сложно для родителей. Но если он продолжает опекать и продолжает вмешиваться, он просто разрушает жизнь. Это разрушенные семьи, это разрушенные судьбы. Но для этого она должна отделиться, обратить внимание на своего мужа, построить свою личную жизнь, свои отношения с мужем, развить себя саму. Потому что ее самодача дочери, значит, она за счет нее самой. Это жертвенность, которая была очень принята в Советском Союзе, потому что никто не жил как бы для себя. Значит, я для себя не живу, я все для детей. И вырастали дети, не дай бог, уроды. Потому что эти дети, они были развращены этим даванием. Это не то давание, которым нужно было. Иногда нужно было сказать нет, иногда нужно было сказать да. Иногда нужно было дать совсем другое, чтобы давали. Иногда вместо внимания, вместо нормального разговора, это были подарки, это были какие-то материальные какие-то, не знаю, компенсации. Человеку часто нужно, чтобы с ним просто посидели пять минут и поговорили с ним. Только с ним, только для него. Поколение наших родителей, особенно в бывшем Советском Союзе, поколение, которое прошло очень много боли и страданий. Поколение моих родителей. Поколение моих родителей, это Сталин, это Гитлер. Это не жизнь, это постоянная боль, это защита. Но опять же, еврейские родители всегда давали вот это вот, это еврейские сердца. Они всегда давали максимум, что они могли давать на тот период. Но если, опять же, если они не учатся давать, если они не понимают, что это такое давание, то они портят. Безусловно, не портят. И то, что происходило, это разрушали семьи. И то, что вы говорили, развод или прочее. Поэтому прежде всего, всегда, конечно, нужно построить, вырастить хороших жен, хороших мужей. Отдать их и отделиться. Жить не очень, не близко. Рэбами Гур, отсылать своих хасидов, их семья, когда они женятся, отсылать их в другие города. Они говорят, вы должны поехать в Аждот, вы должны поехать в Кирятгад. Построить там свою самостоятельную жизнь. Потому что родители, они иногда продолжают этот симбиоз. Они продолжают, я тебе дам все, я дам тебе всю жизнь. Но есть уже другой, который должен дать что-то. Да, у вас вопросы еще? Да, вот когда вы говорите, уважение родителей, что значит уважать родителей? Уважать родителей, это дать им то, что им необходимо. У нас нет обязанности любить, обязанности уважать. Если вот они хотят что-то, что я не согласна с этим, я должна это делать ради всего, что будет. Смотря что. То, что касается соблюдения медсвод, нет. Если они хотят, чтобы вы были светским человеком, то нет. Опять же, вы ничего от них не можете требовать. Вы можете сделать только, касается вас, относиться к ним с уважением и понимать их точку зрения. Смотря что. В каждом конкретном случае это может быть вопрос к праву. Это надо сделать так. Нет. Безусловно, постоят границы. Есть даже такая вещь, что если родители против брака, вы можете их не послушать. Если они против, это вашего выбора. Вы должны прислушаться к тому, что они говорят, потому что часто родители бывают правы, у них есть свой взглядный мир, мудрость, какая-то интуиция. Но вполне возможно просто страхи. Я знаю семьи, которые Рабаним дали им разрешение, чтобы они не поженились без разрешения родителей. Потому что знаю одну пару, где они из Кавказа, из какого-то определенного городка. Родители не хотели, чтобы их сын женился на девушке из этого города. То есть у них были какие-то какие-то доводы. Я не знаю. Но это недостаточно довода для того, чтобы сказать нет. Они поженились без согласия родителей, а потом родители их приняли. Признали, приняли. Очень хорошая семья, все хорошо. То есть есть какие-то вещи. Иногда нужно спросить у Раба в каждом конкретном случае. Но в принципе это дать им то, что им необходимо. Это уважать их. Это звонить, писать, если вы далеко. Звонить, писать. Дать им необходимое, чтобы они нормально жили. Если у них нет еды, принести. Если у них нет денег, помочь. Если отделенное отношение, то как бы дети нужно с их стороны поддерживать отношение с родителем. Чтобы они звонить, навещать. Я думаю, что да. Хотя бы узнать. Да. Нужно. Конечно. Как здоровье? Как чувствуется? Конечно. Эмоционально иногда есть точка зрения. Есть такой вот психолог Боэн, который говорит о том, что пока человек, об этом говорит Тора тоже, пока человек не разберется с отношениями с родителями, ему будет сложно построить свои отношения в семье. То есть, по крайней мере, разобраться. Не обязательно полюбить до конца. Но, по крайней мере, разобраться с этим конфликтом. Тогда парень или девушка не перенесет этот конфликт на свою семью. Свою расширенную семью. Поэтому очень важно разобраться в этих отношениях. Понимаешь? Если не разобраться с этим человеком, то написать. Написать, может быть, вежливо в форме. Попросить прощения. Простить самому. Понимаешь? Очень важные отношения в этой ядерной семье. Отношения между родителями. Они очень важны для начала своей новой жизни. Я уже не говорю о понятии уважения родителей с точки зрения Торы. Узнать, что нужно. У вас нет обязанности любить. Но есть обязанность уважать. Узнать необходимое можно подробно. Есть отдельные вещи. Что такое кибут АВ. Это очень-очень сложная и очень важная митва. Очень важная. У меня была, у меня была, я была на приеме одна девушка, нерелигиозная, которая рассказывала, чем больше мы с ней работали, тем больше она проникалась. Мы как бы работали над какими-то ее проблемами. Но тем больше она проникалась ненавистью к своей маме. Опять же, это не было целью нашей с ней работы. Но как-то она, как только она видела какие-то вещи в ней самой, она тут же находила виновную свою маму. В конце концов, мама приехала. И я сказала, давайте, давай мы сделаем как-то встречу, чтобы я, может быть, с моей помощью, я дам возможность спокойно поговорить друг с другом. Конечно, когда я это сделала, я очень пожалела. Я пожалела саму себя. Потому что это было очень тяжело. То есть о каком уважении вообще могло быть речь. Она вообще не в реке, не в светской. В общем, как-то так она попала ко мне через каких-то знакомых. Это было очень тяжело. Мама сидела рядом со мной, она сидела напротив. Я положила мамину на плечо для того, чтобы я боялась, что мама пойдет в обморок. Потому что то, что она говорила ей, это было очень страшно. А мама слушала, кивала головой. И я поняла, что она слышит это не первый раз. И она где-то с этим уже живет давно. И вот эти вот такие отношения. Я все время ее успокаивала. Мама в какой-то момент мне встала благодарна, что я положила руку, что я поддерживала. Но она даже без этой поддержки, она как-то... Она ее любила, свою дочку. Она ее любила. Это я говорила, такое огромное количество гадостей, которые, я не знаю, или можно сказать, человека на улице, чужому, который наступил тебе на мозоль, или который сделал это. Ты говоришь, я ее, который дал тебе всю жизнь. Который вложил в тебя, она вложила в нее очень много амбиций. И благодаря этому она пошла учиться. И достигла очень многого. И она хорошо вышла замуж. Но она не может маме простить, что мама... Она единственная дочка. Что мама ей не дала... Даже не помню, был целый список, что мама не дала. И она сидела с такой страшной болью. Горела так много гадостей, что я с трудом сидела. Я хотела ее выгнать из дома. Мне было так тяжело это слышать. Потому что как ты можешь родителю... Мы говорим, как можешь родителю говорить такие вещи. Но, к сожалению, очень многие живут в таком мире, в этом мире, что они понятия не имеют, что такое уважение к родителям. Да-да. Ну, то, что она говорила, это было по вине матери действительно? Или это из-за того, что мать слишком много была или нет? Что было именно в этой ситуации? Говори, мама делала какие-то свои ошибки, безусловно. Но мама очень много ей дала. Мама вырастила ее одна. Она дала ей очень много. При всех своих ошибках она ей дала больше, чем она могла. Это безусловно. Даже то, что она рассказывала, я пыталась ее потом привести к этому. Посмотри, благодаря маме ты получила это. Благодаря маме ты пошла, стала врачом. Благодаря маме... Она соглашалась, но вот это вот не додала. Не дополучила. Из-за этого я иду к психологу. Из-за этого работаю. Иди послушай умных людей. То, что ты говоришь, это была всегда глупость. Это было... Ты никогда не знала. Она говорила такие вещи, что я не могу сейчас сказать. Как можно сказать человеку? Это было ужасно больно. Смотри, это то, что она мне рассказывала, это может быть было. Она может быть обиделась, но что бы ни было. Это было... Это же это ненависть. Это я не сделала, потому что ты не дала мне. Она нашла виновных. Это не я должна стать кем-то. Это ты виновна, и я тебе доконаю, потому что ты этого заслужила. Это ужасно больно. Это было для меня очень сильное испытание. Если на самом деле система так набежается, она не без того, что мама не делала, она ведь себя очень не гордит. Почему человек готов и хочет лучше обижаться, обвинять кого-то, и в такой степени, чем простишь? Я не думаю, что она это осознает. Это у нее, у нее это как от обиженного ребенка. Она просто не работала над этим. Она не осознает, что она вредит себе, что она вредит ей. У нее нет системы ценностей, в которых она может понять, что родители — это человек, которому даже благодарны. Вполне возможно, что да. Вполне возможно, что да. Но какие бы обиды ни были, ты можешь простить человека, что бы ни было, ведь перед тобой твоя мать, которая отдала тебе очень много, и которая могла ошибиться, она не прощает ей. Безусловно, что она в каком-то плане обижена на себя. Там много всего, там целый комплекс вот этих вот перепутанных чувств. Но прежде всего, задача человека, он должен разобраться, он должен поставить на массах, он должен поставить на экран. У меня есть проблема, у меня есть сложные отношения с родителями. Если он не может разобраться сам, он должен пойти к человеку, который может ему помочь. Он должен быть честен. Эта тема очень честная, и нельзя ее загонять вовнутрь и считать, что она не существует, и я должен формально давать им кого-то. Я, безусловно, должен дать формально кого-то. Но я должен внутри себя разобраться с этими обидами, я должен обговорить их, я должен найти какой-то выход из этого. Потому что это все накапливается, и это переходит в какие-то очень тяжелые вещи для самого человека. Я же не говорю о родителе. Потом он переносит это дальше. Он переносит на своих детей, он переносит на своих детей. Если мы не разберемся с нашими собственными проблемами, потом мы их передаем на другие поколения. У нас есть большая ответственность. Особенно у нас болеет чувак, который старается жить уже более осознанной жизнью. Поэтому так тяжело смотреть на людей, которые живут в этом мраке собственных чувств, обид и недопонимания. И так радостно, что у нас есть наша система ценностей и тот мир, на который мы можем опереться и сказать, что это правильно, это неправильно. И какой бы ни был родитель, мы должны установить с ним хорошие отношения, мы должны быть благодарны хотя бы за то, что он привел нас в этот мир. Да. Я прохожу меня. Это ходит от себя обиды, которая доходит в такой крайности. То есть может быть, что на самом деле какая-то часть практики не имеет. Безусловно. Я не знаю. Мама не знаю, что ты сказала ребенку. То есть, в принципе, она его любит, но ребенок не почувствовался. Он любит, а почувствовался, она любит, а почувствовался. И таким образом, он себе это говорит, что на самом деле мама не любит. То есть может быть, что у кого-то неправильного понимания на детском уровне ощущения происходящего это остается, потому что на всю жизнь не имея никакую основу реальность. Это тоже может быть? Безусловно, это очень часто бывает. Но в этом, как правило, нет вины матери. Есть у неё, у неё есть какая-то её ошибка, есть его взгляд. Это задача человека справиться с этим. Мы не можем искать понятие вины в иудаизме. Оно очень-очень слабое, это идёт с понятия христианства. Точно так же, как мы делаем чу-во. Мы осознаём какую-то вещь, я сделала неправильно. Я раскаиваюсь в ней. И я принимаю на себя сделать это иначе. Это понятие чу-во, это понятие прощения, это понятие вины. Мы все люди, мы все бываем неправы. Но человек не идёт с этим по жизни и всё время несёт в себе «моя мама меня обидела». А если, допустим, не знаю, мы очень-очень чувствительные, мама такая очень-очень холодная, допустим. И получилось так, что вот мама с его резкостью на протяжении многих лет побежала ребёнка. И у неё и у неё ребёнка настолько вот такая вот обида там, да, потому что вот так вот дети, они это понимают, они это ощущают, да, как они её ощущают. И получается, что тут прийти, мама скажет, что мама тоже не права, что она… С точки зрения иудаизма мы говорим, что это то, что даёт Всевышний нам для того, чтобы мы работали над собой. Поэтому искать виновных – это перестать двигаться в этом мире, перестать работать. Значит, если мать… Иногда бывает ситуация, когда нужно отделиться от родителей, когда ты должен жить далеко от них и дать им то, что им необходимо. Если это очень вредит и отношения с ними, то иногда действительно нужно быть с ними далеко и сделать только то самое необходимое. Иногда бывают какие-то нестандартные сложные ситуации. Это всегда… Это, как правило, нужно спросить у Равы. Если я знаю семью, где мать делает всё, чтобы разрушить отношения между сыном и невесткой, чтобы их развести. И Рафим сказал, чтобы они не общались. Такие вещи тоже бывают. Они очень-очень болезненные, они очень тяжёлые. Они тоже существуют. Безусловно, чтобы не дойти до этого. Нужно найти какой-то компромисс, какие-то вещи. Но в той ситуации, когда это угрожает чем-то вам физически, или это угрожает семейным отношениям, или воспитанию детей, когда мать говорит детям какие-то очень плохие вещи, или кормит их свинины, или там кормит их, я не знаю. Мало ли, бывают очень странные ситуации. Как правило, нормальные родители, они идут навстречу детям, дети идут навстречу родителям. Но бывают какие-то сложные ситуации, они не всегда нормативные. Всегда нужно смотреть конкретно, каждая конкретная ситуация, что нужно делать, советоваться с Равом. И тех специалистов, которые могут помочь. Как правило, человек, прежде всего, не принимает свое несовершенство. Своё и родители. Всегда источник этого «я несовершенен», потому что посмотрите, какая у меня мама. Моя мама несовершенна. Она должна представлять меня в мире. Дети очень часто стесняются своих родителей. Они достаточно современные, они не всегда говорят, как хотели бы говорили. Не всегда дед, папа ходит, не всегда в шляпе. Мальчики всегда стесняются, папа приходит, у него такой костюм, как нужна такая шляпа. Это иногда нормальные вещи. Потому что они всё время думают, как смотрит общество на моих родителей. Они так смотрят на них, значит, они так смотрят на меня. Точно так же и родители стесняются. То есть наши дети, наши родители — это проекция нас. Это родитель во мне, это ребёнок во мне. Понимаешь, это такие сложные отношения меня с самим собой. Но родитель часто бывает, безусловно, родитель, если он ставит себя очень авторитарно, и авторитет, безусловно, авторитет, то когда ребёнок вырастает и видит, что он не Малах, он не ангел, и он не абсолютный авторитет, и он обычный человек, то тогда происходит разочарование часто. И иногда это такая очень болезненная вещь. Но если родитель, когда он делает какие-то ошибки, он говорит, ты знаешь, я был неправ. Прости, это я был неправ. Тогда ребёнок видит, что перед ним живой человек, он может ошибиться. Родитель не должен быть всё время неправ. Он должен быть авторитетом. Ребёнку важно, чтобы была опора, чтобы он мог опираться на кого-то. Потому что если будет слабый родитель, который всё время извиняет, всё время неправ, это тоже… Но если он сделал какую-то ошибку, он может сказать, извини, я был неправ. И тогда ребёнок видит, что перед ним живой человек. — Вот есть вопрос. Если мы… Есть такое понятие, что это жена, которая у них в определенных картинках, как должен идти сам муж, я тут начинаю с очень много проблем, что он не подслужит под её рамки. Это же самое могу сказать. Допустим, у ребёнка есть подначение к моему родителям определённый взгляд. То есть моя мама, она должна быть такая, такая, такая. Получается, что для него это его мама. Мама должна быть добрая, мама должна быть эмоциональна, она должна быть учительна. То есть я вижу других мам. И, допустим, у мамы, которая дала человеческий человек, не подходит под его личные требования внутренние. И потом, да, сама может быть, пробудет всю картину как бы нормальности. В другой смысле у мамы, да? И как… Он должен научиться брать эти вещи в других местах. Нашли типа, другую эмоциональную. Он должен найти учителя, рабонит, который может дать то, что не дала маме. Человек должен научиться брать те вещи из других источников. Наши родители не могут быть нами источником всего. Точно так же и муж тоже не сможет всегда стать источником, заменить весь мир. Иногда эмоциональная девушка выходит замуж за рационального, очень рационального парня. Он не всегда может понять, услышать. Если у нее есть подружка, или у нее есть мама, или у нее есть папа, который может дать ей больше эмпатию, или о каких-то вещах она может поговорить, и с ним не может поговорить. Знаешь, муж не может заменить весь мир, это жена не может заменить. Когда есть иногда подружка, опять же, самое главное – это муж. Да, и когда, если муж дает и эмпатию, и рациональный, и все хорошо, то нет ничего лучше. Да, это ганеден, это райский сад. Но, как правило, это не всегда. И тогда человек должен находить какие-то источники. Опять же, не дай Бог, они не должны быть главными в этой жизни. Он должен найти какую-то подружку, которая может рассказать, найти, я не знаю, какую-то учитель, учительницу, рабонец, которая может поделиться. Да, он должен как бы найти источники своих, реализовать какие-то свои потребности. Да, вы понимаете, что в основном, когда у человека станет такое ощущение, что у храма не не доложит. С этим человеком надо понять, что это то, что она могла. Это то, что она могла. Надо вместо гнева сменить на сострадание. Убрать гнев и вместо этого дать эмпатию, понять ее. И тогда вы станете ближе, потому что когда гнев заполняет все сердце человека, там нет места для понимания, эмпатии, сострадания. Да, есть только один гнев. И он забирает все силы у человека. Самое главное, что это ничего не дает. Это забирает силы, это человек остается с этим конфликтом и не направляет свои силы на какие-то созидательные вещи. Понять, что есть в этом глубинный смысл. И моя задача дать себе то, что мне дали, и передать детям. Потому что это то, что для меня лучше всего. Где-то в самых духовных мирах говорят, что душа ребенка выбирает своих родителей. На каком-то очень мистическом плане это не просто как данность. У нас был какой-то в духовном плане был какой-то выбор. Наша душа выбрала из тех родителей, с которыми нам будет легче всего реализовать ту роль, которую мы должны сделать в этом мире. Но если человек живет в системе ценностей, безусловно, намного легче это построить. Если он живет в системе, что если обязательно тот, кто виновен во всем, то это тяжело. Вопрос, потому что у нас есть немножко время, 10 минут, и захочется нам что-то спросить. И тема, мы рады, чтобы продолжить будет еще раз, но в данный момент про эту тему будут ли вопросы? Нет? А можно подробнее про то, что в конце сказали, что мы сами выбираемся из родителей? Почему я смеюсь? Потому что это такие тайные вещи, это такая еврейская мистика. В каких-то, в каких-то, да, в каким-то духовном плане говорят, что все, душа выбирает свою жизнь, она выбирает свою судьбу, она выбирает своих родителей на каком-то высоком плане. На нашем, в реально материальном мире, мы как бы не выбираем родителей, да, мы рождаемся в определенной семье. Мы говорим, что на каком-то очень высоком плане наша душа выбирает все то, в чем мы живем. То есть весь в этом какой-то глубокий замысел. Это Всевышний вместе с душой человека как бы строит его жизнь. То есть если человек не доволен тем, что он выбрал, то он себя обвиняет. Ему некого себя, некого обвинять. Не надо обвинять. То есть наша жизнь, она должна быть как можно более осознанной, да, на всех планах. Да, и понимать, что мы несем ответственность за то, что мы делаем в этом мире. И что каждый шаг, каждая ошибка, мы можем ее исправить. Есть понятие, что вы, это большой подарок Всевышнего, который он дал нам. Это понятие исправления, что мы можем исправить. И поэтому, мы исправим уже только тогда, когда мы хотим это исправить. Сначала мы осознаем это, а потом мы говорим себе, я хочу, простите, я хочу это исправить. И когда я хочу это исправить, у меня появляются возможности. Но когда я живу в мире мрака, и когда я работаю только на уровне своих инстинктов, и когда я работаю только из того, что мне дали, не осознанно, как некое думающее существо, а на каком-то животном уровне, то я продолжаю делать много ошибок и переношу их с поколения в поколение. И сказано, я хотела закончить фразой, которая сказана в пророках Малахим. Последний пророк, это была фраза последнего пророка. И вот перед тем, как придет этот большой день, перед тем, как придет Маше, придет Илья О'Нави и вернет сердце детей родителям и сердце родителей детям. Дать что-то, сделать что-то для другого человека. То есть, близиться всегда может тем, что мы даем. Далекий — это, как правило, какая-то эмоциональная отдаленность. За далекими отношениями лежит какая-то обида. Человек, может, не осознает ее, есть какая-то обида, откуда произошло это отдаление. Это может быть не сейчас, это может быть давно, но человек держит дистанцию, потому что где-то он что-то обидит. Можно поднять это и понять, где это. А можно просто через, можно и то, и другое, дать что-то своим родителям, дать то, что им хорошо. Может быть, нет обязанности быть большой близости. Нет обязанности. Это хорошо, когда родители близки с детьми, но это нет в этом обязанности. Смотря как хочется сблить, если она хочет сблить больше, чем есть, есть потребность в этом, то просто давайте, давайте, давайте говорить им больше, подумать, что им нужно. Потому что дети привыкли все время брать. А тут нужно подумать о родителе, что хорошо для него дать, делать им какой-то подарок, который будет приятный, пройти прогуляться, пригласить в кафе. Это будет лучше для обоих сторон, они увидят друг друга как людей, а не просто как роли родителей ребенка. Роли они в каком-то плане ограничивают. Когда родители ребенка увидят и в том, и в другом человека, тогда их отношения сблизятся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.